Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по сложным местам Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Для чего Христос учил учеников никому не говорить, что Он – Сын Божий и Христос? И мы будем отталкиваться от текста Евангелия от Матфея, 16 глава, 20 стих. Я прочитаю этот текст. «Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос». Фраза «Он есть», «есмь» – это некая такая аналогия сущий, то есть самодостаточный, одно из имен Бога – «есмь». Давайте посмотрим комментарий святителя Иоанна Златоуста. Что он пишет? «Для чего Он, Христос, запретил? Для того, чтобы по удалении соблазнителей, по совершении крестного подвига и по окончании всех его страданий, когда уже никому было препятствовать и вредить вере в Него многих, тогда чисто и твердо запечатлелось в уме слушающих верное о Нем понятие. Могущество Его не так еще очевидно обнаруживалось, поэтому Он хотел, чтобы апостолы тогда уже начали проповедовать о Нем, когда очевидная истина проповедуемого и сила событий будут подтверждать слова «их», то есть слова «их» как возрожденных людей. «Действительно, иное было дело видеть, что Он то чудодействует в Палестине, то подвергается поношениям и гонениям, особенно когда за чудесами должен был последовать крест, и иное дело видеть, что вся Вселенная Ему поклоняется, верует в Него, и что Он уже не терпит ни одного из тех страданий, которые претерпел». Вот это объяснение святителя Иоанна Златоуста, и здесь главная мысль, что свидетельство о Христе, как о Сыне Божьем и Мессии, оно должно было происходить из уст апостолов уже после Вознесения Христа и после того, как Дух Святой сойдет на самих апостолов. Помните, как Христос говорил своим ученикам, когда вас поведут пред правителями, начальниками синагог, царями, «Не думайте, что говорить, ибо сам Дух Божий, Дух Святой будет говорить вас». Но чтобы Дух Святой начал говорить в них о Христе, о Его Божестве и о Его служении Мессии, они должны были принять Духа Святаго. А тогда, когда Христос запрещал им это делать, они еще не имели Духа Святаго и были, в общем-то, обычными, плотскими людьми. И Христос даже говорил им, что лучше будет для вас, если я пойду к Отцу, умолю Отца, и Он пошлет вам Духа Святаго, который научит и наставит вас на всякую правду и напомнит все слова, которые я говорил вам. Это для нас урок, что когда человек, духовно нерожденный свыше, начинает рассказывать о Христе, а лучше бы он молчал. И по этой причине Христос и запрещал апостолам говорить о себе раньше времени, пока они не приняли Духа Святаго. И исполнившись им, стали говорить истинные слова о Нем Самом, о Христе, как о Сыне Божьем и Мессии. Подписывайтесь на библейский портал «Экзогет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя!